Друзья мои, здравствуйте! Сегодня 19 июля. Блокер из Перми, опальный бывший сотрудник Комитета Государственной Безопасности Советского Союза Бессонов Алексей Борисович. Друзья мои, ну вот сегодня Хабаровск, Дальний Восток выходит на акции протеста. Я призываю всех в поддержку. Уважаемые жители Хабаровска и Владивостока, все честные сотрудники Комитета Государственной Безопасности Советского Союза, кто пострадал в эти годы от этого жуткого режима Ельцина, Путина, этой мафии у власти, мы все с вами. Невозможно больше терпеть. Это беззаконие, это цинизм, это правовой пробабилизм. Дорогие друзья, трудно сказать, причастен Банфоргал к убийствам, не причастен. Но самое удивительное, что вы не верите в объективность следствия, в объективность органов следствия, в объективность судов и так далее. Поэтому вы выходите на митинги, протестуя против тотальной мафизации и коррупции, которую этот режим Ельцина-Путина сделал нормой. Поэтому мы с вами, я лично, я горжусь и своими педагогами в системе Комитета Государственной Безопасности, кто нас воспитывал, кто нас, так сказать, учил. Я был и защитил только закон, не только букву закона. Ну, в моей истории известно всем, я рассказывал, что я заявил, что руководство ФСБ в 90-е годы при помощи бандитов решало хозяйственные вопросы. Там было покушение на убийство двух и более лиц. Меня положили в сумасшедший дом. Это, кстати, тоже 78-я статья. Тоже в сроке давности по этим статьям 78-я УК решает суд. Нужно возобновить это дело. Посадите к скамью подсудимых, они давно на пенсии. Но тем не менее, ничего не закончило. Но тем не менее, в стране нет сегодня проходительной системы. Она была разрушена. Нас всех повыгоняли, в психушке поувольняли. Кто-то, так сказать, мог противостоять, ему говорить нет. Какая разница, кто это совершил? Президент или там губернатор и так далее. Наша задача сотрудников, проходительных органов, посадить в тюрьму. Соблюдать закон и законность в отношении вас. Я могу честно вам сказать, что я всегда защищал только вас, законы вас. Ничего другого, так сказать, я когда-то ничего не поимел. Поэтому мы поддерживаем жителей Хабаровска. Удивляемся их мужеству. Стойкости и так далее. На законных основаниях нужно протестовать. И отстаивать свои права. Потому что это сборище мафиози. Хорошо, мы возбуждаем все дела уголовные. Давайте, скажем, не Путина, давайте возбуждать. Что там творилось в Санкт-Петербурге? Оль, наш уважаемый следователь, подполковник из МВД Советского Союза, расследовал дела. Умница, так сказать, и так далее. Рассказывал об этом. Мои дела. Десятки, сотни. Михаил Трипаскина посадили 4 года далее. И так далее. Сотрудников, кто выступал против тотальной мафизации, сращивания проходильной системы с преступностью. Все должны, так сказать, быть оправданы. Их судьбы должны разбираться и так далее. К сожалению, сегодня создали такую ситуацию. Тотальной мафизации. И Путин, и его команда, ГОП-компания, они ведут страну и наших граждан в тупик. Мы протестуем, мы против вас и поддерживаем вас, уважаемые и любимые жители Хабаровска. Мы с вами.